Если тазовый регион работает неправильно, ждите проблем по мочеполовой системе. Помним о том, что наше усердие, которое приводит к избыточной болезненности у клиента, не только не полезно, но и вредно. Всё, что мы показали, обладает огромным излечивающим воздействием на организм. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити. И сегодня мы поговорим с вами про тазовый регион. Тазовый регион чрезвычайно важен для нашего организма, потому что если в этой области структуры работают неправильно, это приводит к целому комплексу абсолютно драматических для здоровья последствий. Все проблемы по ногам, это судороди, это отёти, это слабость, это потенциальные травмы, всё это связано с тазовым регионом. Если он работает неправильно, ждите проблем по ногам. Кроме того, если этот регион работает неправильно, ждите проблем по мочеполовой системе. Дело в том, что если есть воспалительный процесс по ягодицам и по тазу, этот воспалительный процесс непременно перейдёт вам на мочеполовую систему. И поэтому все женские проблемы, простатиты, всё это для людей, у которых есть проблемы с тазовым регионом, чрезвычайно актуальны. Кроме того, воспалительные процессы по тазовому региону приводят к тому, что жидкость из нижних конечностей не может свободно подниматься, и таким образом воспаление препятствует оттоку лимфы из нижних конечностей. Это ожирение, это целлюлиты, это некрасивая форма ног, всё связано с тазовым регионом. Соответственно, для того, чтобы было счастье, непременно надо работать с тазовым регионом, что я вам и покажу. Итак, первое движение, которое мы сделаем, это круговое разминание по подвздошной кости. У нас подвздошная кость начинается предельно посерединке и заканчивается здесь. Нам необходимо пройтись по всему нижнему краю подвздошной кости, и делаем мы это посредством кругового движения, кругового вращения. Мы можем выполнять это движение основанием ладони, а можем выполнять его кончиками пальцев. Обратите внимание, насколько кругленькие и ровные кружочки у меня получаются. Очень важно, чтобы степень давления практически во всех точках была одинакова. Обращайте внимание на те области, где есть повышенная болезненность. Я выполняю движения от верхней и задней подвздошной ости до внешнего края подвздошной кости. Верхняя передняя подвздошная ость. На протяжении двух этих точек я выполняю вращательное движение, проходясь по костной структуре. Если во внутренней части мы работаем с большой ягодичной, то во внешней части мы работаем со средней ягодичной, поэтому ощущения более медиальные будут довольно сильно отличаться от ощущений с внешней стороны. Более латеральная часть будет чувствовать себя совершенно по-другому. Следующее движение, которое мы выполняем, это движение продавливания. Мы, опять же, находим нижний край подвздошной кости и надавливаем на этот нижний край либо основаниями ладони, либо костяшками пальцев, либо сами пальчиками. Очень важно пройтись по местам прикрепления и сделать это через продавливание. Опять же, мы будем обнаруживать какие-то довольно чувствительные места, будем находить болезненные места. Помним о том, что наше усердие, которое приводит к избыточной болезненности у клиента, не только неполезно, но и вредно. Поэтому ни в коем случае не должно быть острых мучительных переживаний от того, что мы делаем. Если мы находим болезненное место, вот как я сейчас нашёл, мы некоторое время подбираем уровень нагрузки, который будет для клиента комфортен и не мучителен, и, найдя этот уровень болезненности, останавливаемся и ждём, пока болезненность стихнет. Следующее движение, которое мы выполним, это движение обхватывающего разминания. Очень важно помнить о том, что здесь существует масса подробностей. Подробности вы можете узнать из наших курсов, посвящённых моделированию фигуры. Узнать подробнее об этом курсе вы можете, перейдя по ссылочке в описании. Зарегистрироваться на наш бесплатный трёхдневный марафон, посвящённый тому, каким образом можно корректировать внешность человека посредством простых массажных техник, каким образом посредством работы с внешностью можно улучшать здоровье. Обратите внимание, сейчас очень важно отделить кожу и подкожную жировую клетчатку от мышц. Очень важно, чтобы вы не форсировали нагрузку. Обратите внимание, я захватил болезненную точку. Вот у нас есть болезненная зона. В первый момент моя клиентка пугается, в первый момент она напрягается. А наша задача, чтобы тело максимально расслабилось и позволило кровушке свободно циркулировать по тазовому региону, что и является по факту нашей главной задачей. Следующее движение, которое необходимо предпринять, это движение по центральной линии от крестца к поясничному отделу позвоночника. Обратите внимание, что я не давлю на эти зоны. Я скорее скольжу по поверхности остистых позвонков. И для меня чрезвычайно важно найти точку, маленькая есть ямочка, между крестцом и поясничным отделом позвоночника. Многие из вас с удивлением обнаружат, что эта точка даёт ощущение онемения по всем нижним конечностям. Это связано с тем, что именно в этом регионе L5-S1 чаще всего возникают грыжи поясничных позвонков. И здесь существует избыточная подвижность. И очень важно работать с этой зоной для того, чтобы убрать проблемы с грыжей L5-S1. Такая работа достаточно безопасна. Вы не получите обострений, если вы проявите деликатность и не будете давить сильно и резко. Просто давим на эту точку на протяжении трёх минут, пока болезненность не уйдёт. Я вот чувствую, как потихонечку начинает возникать ощущение тепла в тазовом регионе, расслабления глубокого. Есть что-то такое? Надо сказать, что все движения, которые я вам сейчас показываю, крайне благоприятно влияют не только на функционирование тазового региона, но и на то, как он выглядит. Всё, что мы сейчас делаем, приводит к улучшению кровоснабжения и оттока лимфы. Кроме того, это приводит к улучшению иннервации, что неизбежно сказывается на том, что ягодицы становятся краше и привлекательнее. Многие допускают совершенно одну стандартную ошибку – хотят иметь красивый тазовый регион. Я целиком разделяю ваши помыслы. Идут вначале в спортивный зал и не посещают предварительно массажиста. Это одна из самых страшных ошибок, которую человек может допустить, особенно если у человека не идеальное здоровье. Мой опыт четвертьвековой показывает, что практически ни у кого не бывает идеального здоровья по тазовому региону. Люди идут в зал, у них есть проблемы по тазовому региону, они избыточно нагружают проблемные области, приседают неправильно, поднимают веса неправильно, и таким образом травмируют регион, усугубляют проблемы и лишь ухудшают состояние. Если вы предварительно идёте к массажисту, он вам снимает острые проблемы, стабилизирует ваше здоровье, и таким образом прогресс в зале пойдёт существенно быстрее. Перед тем, как формировать себе красивые ягодицы и здоровый тазовый регион, непременно посетите специалиста, который вам решит проблемы по тазу. Ну и последний приём, которым мы воспользуемся, это круговые движения по крестцу. В принципе, это ничем не отличается от круговых движений, которые мы проводим по ягодице, но здесь надо помнить о том, что на крестец необходимо уделить особое внимание. Вот я совершаю круговые движения костяшками пальцев. Обратите внимание на то, как работает моя рука. Я могу работать просто одной рукой, и это будет приводить к тому, что я избыточно нагружаю пальцы и избыточно нагружаю запястье. Сейчас я фиксирую себе запястье, и работа производится за счёт корпуса, за счёт руки, за счёт плеча. И я практически не устаю. Это очень глубокое, приятное движение. Его надо выполнять прямо долго. Сначала я выполняю его с одной руки, сейчас возьму и выполню с другой руки. Это важно для того, чтобы вы получали сами, как специалист, симметричную нагрузку, не калечили своё тело. Кроме того, в тот момент, когда мы работаем с разных рук, движения получаются разные. И это особенно полезно для того, чтобы тело получило максимальную пользу. Можно выполнить тоже движение через основание ладони. Здесь очень важно, чтобы движение было глубоким, поступательным и равномерным. Абсолютно нормальным эффектом от этой работы будет глубокое ощущение расслабления и тепла в районе таза. Это очень приятное ощущение, и оно возникает не сразу, а минут через 5-10. Необходимо работать с этим регионом до тех пор, пока болезнь не начнёт снижаться и пока не появится это глубокое и приятное ощущение тепла. Самый лучший эффект этот комплекс даст, если вы будете его делать, ну, например, раз 10-15 в ограниченном промежутке времени. В начале не стоит делать каждый день, стоит сделать на первой неделе раза 3. Несмотря на то, что то, что мы вам показали, выглядит абсолютно простым и незатейливым, всё, что мы показали, обладает огромным излечивающим воздействием на организм. А когда организм начинает излечиваться, были, например, застойные явления в тазу, очень важно, чтобы организм имел время справиться с застойными явлениями, чтобы воспалительный процесс, который может обостриться после нашей работы, обострился не очень сильно, и чтобы обострения возможные не были мучительными и неприятными для человека. Помните о том, что после этой работы таз у нас раскрыт и разогрет, поэтому категорически воспрещается выходить на холод, садиться на холодные поверхности и вообще подвергать своё тело сквознякам. Стоит непременно укутать этот регион и пожить в этом ощущении тепла и расслабления на протяжении, как минимум, получаса. Кроме того, после этой работы надлежит с особой бережностью относиться к своему тазовому региону. То есть не надо срочно таскать мешки с картошками, не надо выполнять какие-то сверхординарные действия по тазовому региону. Помните, что несмотря на то, что нагрузку, которую мы показали, она выглядит простой, это довольно большая нагрузка, и надо с уважением и заботой относиться к своему здоровью. Ещё раз напоминаю, что если вам нравится тот контент, который мы для вас делаем, то это означает, что вы потенциально прекрасный массажист. И для того, чтобы продвинуться по этому пути, не обязательно что-то сразу покупать, стоит просто попробовать на своих близких и друзьях, убедиться в том, что те техники, которые мы вам показываем, они работают, они просты и эффективны. И я уверен, что вы обнаружите массу подробностей, которые ускользают от вас в тот момент, когда вы просто смотрите видео. Если бы просто смотреть что-то по телевизору работало, все мы бы уже были, к сожалению, экспертами. Но только реальная практика, реальное упражнение и реальный опыт делает из вас настоящего специалиста. Поэтому непременно пробуйте и пишите нам про результаты того, как вы поработали с другими людьми и как им понравилось. Прекрасная подробность, связанная с тем, что вы начинаете пробовать и у вас начинает получаться, заключается в том, что через некоторое время к вам самопроизвольно начнёт выстраиваться очередь. Такое произошло со мной. Мне просто нравилось делать массаж. Я делал массаж своим близким и друзьям. Через некоторое время ко мне стали приходить друзья друзей и оставлять у меня деньги. Это происходит, если вы работаете хорошо. Это происходит естественно и довольно стремительно. Массаж – это область, где очень мало хороших специалистов. Ровно поэтому вы можете зарабатывать на массаже очень хорошие деньги. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити и одноимённого YouTube-канала. Где мы с вами учимся посредством простых и незатейливых движений помогать себе, помогать своим близким и помогать своим клиентам, зарабатывая при этом очень достойные деньги. До новых встреч, друзья. До свидания.